Аудиокнига Громкий Дэн Громкий Дэн Жил в Нью-Йорке Он был тем еще Алкашом Всю свою жизнь он только и делал, что пил И никогда не работал Зачем нужно работать, если можно Просто пить? Бывало, придет Громкий Дэн в бар Навернет бутылочку В виски И сядет на эту бутылочку Ему плевать Потому что Громкий Дэн Только и может кричать Притом, что ему плевать Он еще может кричать при этом Он сел на бутылку и такой И поэтому его прозвали Громкий Дэн Потому что он всегда кричит Когда сидит на бутылке А бутылку он всегда носит с собой Потому что он любит бухать И даже если бутылка бы закончилась Он всегда найдет ей применение Громкий Дэн шел по прекрасному Красивому, замечательному городу Лос-Анджелес Где он и жил Шел он по улице Осматривался вокруг И кричал Ну потому что он ебнутый Понятное дело А он осматривался вокруг Кричал Вел себя Очень странно А люди Люди Смотрели на него И думали Какой же он все-таки Ебнутый Ебнутый Громкий Дэн был не из тех людей Которые занимаются добрыми делами Громкий Дэн был не из тех людей Которые проживают нормальные жизни Своими семьями У него никогда не было детей Взрослых Стариков Громкий Дэн Это Такое странное создание У которого не было буквально никого Он один Был таким Какой он есть И никто его не поддерживал Никто его не любил И никому не нужен был этот Громкий Дэн Потому что он всегда только и делал Что кричал Бедный Громкий Дэн, конечно Вы можете спросить, откуда обычный чикагский мужчина Может брать деньги на выпивку Вопрос открытый, честно говоря, вопрос открытый Многие поговаривают, что Громкий Дэн заключил договор с дьяволом Многие говорят о том, что у него был богатый дядя, который оставил ему наследство Некоторые считают, что когда-то Громкий Дэн был богатым бизнесменом Но в итоге, из-за того, что много бухал и странно себя вел Он потерял часть этого бизнеса, но у него получилось сохранить значительную часть этих денег И вот шел Громкий Дэн по улице Оглядывался вокруг Люди смотрели на него, потому что вонял он говном Говном он вонял, потому что уже в который раз просто обосрался Это было очень тяжело для такого человека, как Громкий Дэн И вот он увидел на улице бомжа А бомж ему и говорит Громкий Дэн Куда это ты идешь? Громкий Дэн ответил Никуда Никуда, блядь! Не иду! Я просто лечу! А бомж, собственно, был ошарашен таким ответом Потому что он ожидал от Громкого Дэна Чего-то более сдержанного Бомж промолчал А Громкий Дэн полетел дальше В городе Хьюстон Где Громкий Дэн и родился Он провел большую часть своего времени Он жил здесь Ему здесь нравилось Поэтому он гулял по Хьюстону прямо сейчас Рассматривая Местных людей И рассказываем свою историю жизни Для начала Громкий Дэн подкатил к женщине По имени Ивания И женщина Пыталась от него убежать Но Громкий Дэн положил огромную мохнатую руку на ее плечо Женщине пришлось немножко присесть на стул Да, она же в баре находилась, понятное дело И, собственно, потерпеть компанию Громкого Дэна Громкий Дэн начал рассказывать ей историю своей жизни Это продолжалось на протяжении трех часов Пересказывать это мы не будем Потому что нам очень жаль эту девушку И мне не хотелось бы жалеть также слушателей данной истории Более того, Громкий Дэн очень любил выдумывать про себя разные байки Поэтому никто и ничего не знал про Громкого Дэна Потому что он был ебнутый Так вот Громкий Дэн Громкий Дэн вернулся к себе домой В Феникс Город Феникс, понятное дело Где он и родился, соответственно А, и в городе Феникс Он занимался самыми непотребными делами Громкий Дэн Громкий Дэн Лег спать в своей квартире, не раздеваясь Он лег спать и разбил свою бутылку Когда он проснулся и увидел разбитую бутылку на полу То просто охуел Он такой Мама бутылка Бутылка Это было довольно неприятным событием Для Бромкого Дэна Потому что он разбил свою любимую бутылку Что теперь ему делать без бутылки? Он, конечно же, отправился в бар В баре его ждали многочисленные неприятности, ведь у него не было денег на покупку бутылки, потому что громкий Дэн был бедным человеком, у которого не было денег, и поэтому он всегда у барменов выпрашивал алкоголь, а те, чтобы избавиться от него, давали ему выпить. Вот такой вот противоречивый громкий Дэн. И с этим персонажем нам придется пройти очень длительный путь, и мы узнаем о нем очень-очень-очень немало. В городе Филадельфия, где он и родился, громкий Дэн с новой бутылкой шел по улице и вонял говном, что и было обычным делом для него. Громкий Дэн кричал, как свинья. Громкий Дэн ничего не понимал в своей жизни. Громкий Дэн просто потерялся. Громкий Дэн был человеком свободным, но при этом его свобода не помогала ему разрешить огромное количество проблем в его жизни. Так вот, громкий Дэн медленно шел по улице. Громкий Дэн громко кричал. Громкий Дэн наконец-то столкнулся с полицией, и полицейский сказал ему Мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо- Идёт Мне придётся Полицейский участок Громкий Дэн ответил Не хочу! Не хочу! Не хочу! Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп Но, 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 вы, 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 вы побежал полицейский побежал за ним пытаясь в общем-то остановить дэна своими криками но громкий дэн в школе в сан-антонио где он и провел самые лучшие годы своей жизни где родился конечно был самым лучшим бегуном и даже алкоголизм не смог исправить этого факта он бежал с такой скоростью с какой никогда не бежал он летел словно самолет и люди смотрели на него всех сторон взгляды восхищения дэн мчался от полицейского так быстро как только мог и просто пятки сверкали а полицейский отставал и прикрикивал сзади но громкий дэн не останавливался его было невозможно остановить самый быстрый бегун в городе сан-диего но он учался так быстро как мог и вот наконец-то он отстал от полицейского и полицейский отстал от него а это означало что громкий дэн мог продолжить свою ходьбу по городу пованивая говном и крича в разные стороны своим фирменным мало кто знает но громкий дэн был человеком уверенным и сильным громкий дэн был волевой волевой сильной фигурой я бы даже сказал радикальным субъектом который осознанно выбрал тот путь по которому он двигался громкий дэн был человеком с большой буквы ч потому что он был настоящим мужчиной выбирающим свою дорогу такие мужчины очень редко встречаются в нашем мире но громкий дэн был одним из них потому что он был сверхчеловеком понище и одновременно с этим обладал невероятным интеллектом который пытался скрыть от всех окружающих потому что бесполезное дерево лучше полезного ведь полезное дерево обязательно срубит а громкий дэн не хотел показаться окружающим полезным именно потому что тогда им будут пользоваться а этого громкий дэн конечно же не хотел громкий дэн громкий дэн шел по прекрасному городу даллас где он и родился и в этом прекрасном городе даллас его его очень сильно любили потому что он был местной достопримечательностью местным диагеном синопским так скажем громкий дэн самый главный путь ник этого города самый главный паяц тут клоун можно сказать но при этом его все уважали как можно не уважать такого прекрасного и замечательного человека глубине сердца которого лежит любовь к окружающим ведь громкий дэн на самом деле был человеком с огромным чистым человеческим сердцем и этот человек мог позволить себе совершать такие подвиги на которые не пошел бы ни один другой громкий дэн мало что знал о себе окружающие люди мало что знали о нем громкий дэн был настоящим человеком не то что все окружающие громкий дэн вместо фонаря диагена носил в руке бутылку какая разница если эта бутылка она содержала в себе прекрасный напиток этот напиток позволял громкому дэну пробуждать тебе такие ощущения до которых многие дойти просто не могли и громкий дэн был небритым громкий дэн был старым громкий дэн уже был уродливым громкий дэн носил стремную кожаную куртку и опорванную рубашку громкий дэн любил сидеть на бутылке но самое главное что внутри он был сильным человеком не то что люди которые его не уважали и вот громкий дэн медленно шел по улице как вдруг в небе увидел нечто странное облака потемнели солнце зашло луна исчезла а громкий дэн смотрел наверх по какой то причине наверху он увидел свет этот свет озарил все небеса пасмурные и эти небеса как будто бы стали светиться свет постепенно приближался как будто бы приземляясь на землю громкий дэн ничего не понимая побежал к месту посадки этого самого света громкий дэн бежал 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 с такой скоростью с какой только мог и никто бы не успел оказаться там раньше него потому что громкий дэн проживающий в городе Остин штате Техас где он собственно и родился был самым быстрым бегуном из всех возможных и вот мчался громкий дэн на свет а свет свет все быстрее и быстрее опускался вниз и вот громкий дэн оказался неподалеку от того места где и должен был остановиться данный свет и что же увидел громкий дэн это была большая металлическая летающая тарелка с большим количеством осветительных приборов это тарелка приземлилась в центре города Джексонвилл города где громкий дэн родился громкий дэн не мог позволить инопланетянам захватить его родину потому что всей душой всем своим сердцем он любил город Форт Уэрт где он и родился потому что этот город находящийся в штате Техас здесь он провел свое детство здесь он рос здесь он познакомился с огромным количеством людей здесь он любил здесь он учился в школе ему нравился этот остров и если бы он мог выбрать пожертвовать своей собственной жизнью ради того чтобы спасти этот город он обязательно это сделал так вот летающая тарелка приземлилась на главной площади и тогда громкий дэн притаился выжидая открылся трап с трапа на брусчатку вышли многочисленные инопланетяне эти инопланетяне были ростом в 3 метра они были огромными мускулистыми а у них было по 4 руки и по 5 ног а вместо головы у них были огромные вытянутые шеи на концах которых располагались покрытые зубами рты эти инопланетяне были одеты в жесткие поленепробиваемые жилеты а также в руках у каждого было оружие то есть бластеры мощные большие бластеры Громкий Ден встал напротив этих инопланетян и сказал а уходите 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 инопланетяне переглянулись один из них обратился другому на своем собственном적으로 языке А второй инопланетянин более грозным голосом ответил. Громкий Дэн продолжал кричать. Один из инопланетян нажал на кнопку на своем бронежилете и вдруг начал говорить на английском языке. Здравствуйте, уважаемые земляне! Мы прибыли с планеты Дулворт. Планета Дулворт — великая мирная планета. И мы хотим подарить вам замечательные технологии, которые сделают вашу цивилизацию лучше. Это ваш великий дар вам. Мы вам поможем, люди. И тогда вы станете более высокой цивилизацией и станете частью империи Дулворта. Громкий Дэн продолжал кричать. Уходите! Уходите! Уходите отсюда! О, землянин! Продолжил анопланетянин. Вы не понимаете! Мы можем вам подарить великие технологии! Каждый из вас станет бессмертным! И вы сможете методами генной инженерии делать все, что угодно! Абсолютно все, что угодно! Никаких ограничений у вас не будет! Вы можете отрастить себе десятую конечность! Можете сделать свои руки длиной в три километра! Вот мы, например, сделали себе четыре руки и пять ног! И мы ростом всего в три метра! Хотя раньше мы были целых пять сантиметров ростом! Но когда мы обрели такие технологии, мы стали гигантами! «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» Продолжал громкий Дэн. «Уходите! Уходите! Уважаемый человек! Почему вы так нас ненавидите?» И вдруг громкий Дэн достал из своей жопы бутылку и бросил ее в инопланетянина. Бутылка, как будто бы в замедленном действии, летела в сторону инопланетянина, вращаясь. Инопланетянин не мог ничего сделать. У него был только один выбор. Он мог просто взять и принять эту бутылку головой. Разбившаяся бутылка о голову инопланетянина, она привела к тому, что инопланетянин, собственно, умер, поскольку его голову разбилась бутылка. Это было крайне неприятно для всех остальных. Прочие инопланетяне приняли это за вызов, за начало военных действий. И в этом плане, конечно же, бедный, бедный, бедный человек, громкий Дэн, побежал прочь, а за ним побежали инопланетяне, стреляя в него из своих бластеров. Одно попадание бластера превращало машину в ничто. Одно попадание бластера могло уничтожить фонарный столб, но громкий Дэн бежал так быстро, как только мог. И в этом плане громкий Дэн был человеком довольно поспешным. Инопланетяне бежали за ним, а он бежал от них со всех ног. И такой громкий Дэн, именно его мы и знали, был человеком глупым, но справедливым. Так он и начал великую операцию по спасению человечества от злобной империи Булвард, которая хотела превратить людей в великих, бессмертных, генетических, бессмертных, еще раз, монстров. В городе Колумбус, где родился громкий Дэн, было довольно мало людей на улице прямо сейчас. Инопланетяне бежали за громким Дэном и расстреливали машины. Громкий Дэн хватал на бегу бутылки и кидал в инопланетян, убивая одного за другим. Его броски были настолько точны, потому что в детстве он занимался бейсболом. Он помнил, как отец говорил ему. Этот мячик, Дэн, мячик, который я держу в руках, это не просто мячик, это сфера. Сфера. Представь, что в твоих руках не просто мячик, в твоих руках именно сфера. Это сфера, мой сын. Ее надо кидать, она летит. И когда ты кидаешь этот мячик, он должен попасть в ту точку, куда ты целишься. Потому что у вас с этим мячиком одна и та же воля. Не с мячиком, а с сферой, понятное дело, сынок. Да, с сферой. Одна и та же воля. Вы едины с этим мячиком. Вот ты, вот твоя голова, вот твоя рука, вот мячик. Мячик — это продолжение твоей руки, а рука — это продолжение твоей головы, а голова — продолжение твоего мозга. Поэтому, сынок, когда ты кидаешь этот мячик Ты вкладываешь в него всю свою душу Всю свою душу вкладываешь А когда душа уже вложена Ты берешь, размахиваешься И бросаешь его со всех сил И только так, только так Ты можешь позволить себе Стать самым лучшим игроком В настольный теннис Папа, папа! Прокричал громкий Дэн Но мы в бейсбол играем Какая разница, сын? Бейсбол, настольный теннис Обычный теннис, баскетбол Самое главное, что этот мячик ты держишь в руках И этот мячик является продолжением твоей собственной руки А если это не так То ты будешь очень плохим игроком, сынок Дэн, запомни одну важную вещь Ты, и только ты, и никто другой Кроме тебя Не сможет справиться с поставленной задачей Только ты, и никто кроме тебя Ты, только ты, и только ты Можешь кидать этот мячик так точно, как ты захочешь А все остальные Они просто будут тебе завидовать Потому что Они не умеют кидать так мечи Громкий Дэн вспоминал эти великие слова отца Которые вдохновили его На истребление инопланетян Инопланетяне бежали за ним и стреляли из бластеров Но громкий Дэн забрасывал их бутылками Каждый бросок попадал в голову Очередному инопланетянину Стекла разбивались и царапали кожу инопланетян И тогда под кожу попадали самые страшные человеческие заболевания Которые для инопланетян были максимально опасны Иммунитет инопланетян не был подготовлен к такому Инопланетяне на ходу иссыхали и умирали Просто из-за этих страшных, ужасных бутылок Кроме того, у инопланетян, судя по всему, была аллергия на алкоголь А стекло изнутри этих бутылок было пропито на алкоголем Что как будто бы иссушало кожу инопланетян И заставляло их падать на колени Громкий Дэн бежал и забрасывал их бутылками Инопланетяне продолжали бежать за ним, умирая один за другим И в итоге умерли они все И тогда мертвый Дэн добежал до летающей тарелки Которую оставил на площади города Индиаполис Кстати, Индиана Там, где он и родился как раз, кстати И тогда он сел Он сел на бутылку На бутылку поставил на кресло В капитанском мостике Громкий Дэн Нажал на кнопку И Полетел Он сам не думал, что корабль полетит Но громкий Дэн Залетел Он кричал Но корабль уже не мог остановиться И громкий Дэн Громкий Дэн стал капитаном Этого космического корабля Один одинешенек Он отправился в открытый космос И именно в этом открытом космосе Громкому Дэну Придется увидеть очень много всего Обычный мужчина Из города Шарлотт Штата Северная Каролина Там, где он и родился, конечно же Он летел Он летел на этой летающей тарелке Космос И ничто не могло остановить его Именно ему была дарована Такая невероятная возможность Повидать просторы космоса Познакомиться с прекрасными инопланетянами И узнать очень много о том Как проживают другие космические цивилизации И громкий Дэн Как мы понимаем Заслуживал этого Потому что человек он Довольно серьезный Умный И что самое главное Что самое главное Добрый И доброта громкого Дэна Как раз помогла ему Спасти человечество От злобных инопланетян А теперь Громкий Дэн Улетая в космос Осознавал свою миссию Свою истинную миссию Это его истинная миссия Заключалась в том Чтобы собственными руками Придушить Гидру Гидру Инопланетных захватчиков Потому что он мог это сделать Придушить 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 Продолжение следует...